В библиотеке имени Сергея Есенина для люберецкой молодёжи провели интеллектуальную игру, посвящённую Дню Космонавтики. Школьники и студенты проявили свою эрудицию и смекалку. Как прошла викторина и кто из команд одержал победу, расскажем в сюжете. В День Космонавтики вспоминают первый полёт человека в космос и передовые достижения в освоении простора Вселенной. За звание лучших знатоков боролись четыре команды. В викторину организовали члены местного отделения партии «Единая Россия». Очень любим такие мероприятия. И тут вопрос не то, чтобы понять, кто лучше знает и кто хуже знает, а чтобы молодёжь, отвечая на вопросы, у себя в голове откладывала ответы на эти вопросы и понимала всю ценность того, чего достигла наша наука. Игра состояла из трёх разделов. Планета Земля, познаём Вселенную и отечественная космонавтика. Участников ждали 30 вопросов. Павел Леднёв – капитан команды «МГЕР». В первом раунде вместе с товарищами набрали больше всех баллов. Я люблю всякие научные мероприятия и тому подобное, поэтому и сходил. Но, в принципе, мне здесь интересно, потому что я могу подумать, блеснуть знаниями и так далее. Всё, что я люблю. В принципе, справляемся. Я верю в нас. По окончании второго раунда на первое место вышла команда «Молодёжный парламент», опережая соперников на пять очков. За всю игру они заработали 21 балл и одержали победу. Много интересных вопросов, на которые даже я не мог ответить, хотя я учусь в техническом вузе. Стоит отдать должное, что очень правильно проводить такие квизы для будущего поколения. Для нашей команды занять первое место – это был очень упорный труд и тяжёлый. Второе место заняла команда «МГЕР» на третьем «Гагаринцы». Победителям вручили грамоты, а также участники сделали тематические поделки своими руками. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.